Олигарх 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 Сальвой Вонючка Молодец, рядовой Вонючка Я что-то смешное сказал Солдат, ты знаешь, где находится печень? Нет, сэр Вот здесь, а ты, солдат, знаешь, где находится печень? Да, сэр Молодец, теперь Теперь ты Как зовут? Вика Моя армия не место девчонкам Теперь ты, рядовой Сергей Понятно? Да, кто сейчас, сэр? Как тебя зовут, солдат? Рядовой Сергей, сэр Что-то в тебе есть, рядовой Сергей Я вам устрою, у вас земля под ногами гореть вы будет Вы у меня в сауне стоя спать будете Откуда ты, сынок? Из Краснодарского края, сэр! В Краснодарском крае живут либо овощи, либо комбайнеры Что-то я не вижу здесь комбайна, овощ Рядовой кит, шаг вперед Это ты у меня землю жрать будешь, это ты в прихожей натоптал? Да, сэр За мной рядовой кит, кто в прихожей натоптал? Кит в прихожей натоптал Успокойтесь, это всего лишь навсего вредный мальчик Сейчас мы с ним пару часов поиграем в подвижные игры, он устанет и уснет Сейчас что делать? Что делать? Пойдемте в детскую, возьмем детские игрушки и начнем его развлекать Пойдемте Поппи, мне неудобно, мяч О, индейцы! Хао, великий вош Хао, огромный валанчик Перестань, это не валанчик Скажи нам, о великий вош, зачем ты ограбил почтовый экспресс? Я филателлист Кстати, а что это за груда камней? Это могила моего деда Как умер твой дед? Его завалило камнями Прощай, великий вош, Прощай, огромный валанчик Мальчик, мальчик Что, огромный мужик? У нас для тебя подарок, песня Девочка красивая в городе жила Очень неприступная девочка была В школе не шалила и вела дневник И за эти записи сядет трудовик Мне не нравится Я сейчас папе позвоню Что? Новый Хозяин Надо Вы кто? Двое из ларца одинаковых с лица Че-то вы не похожи Мы из разных ларцов от разных отцов Мне не нравится Сейчас я папе позвоню Подожди, мальчик, не звони, смотри, что я нашел Цисарочка Мальчик, а хочешь я тебе добрую сказку расскажу? Добрую не хочу, хочу злую Ну слушай, злую Жили-были дед да бабка Ну там дед бабки случайно палец отрубил Ну они его выкидывать не стали В тряпку завернули и спать пошли Ну вдруг че? Утром проснулись, кинулись к тряпке Думали, там мальчик с пальчик будет Но суровые жизненные реалии были приближены к бабке и деду Развернули они тряпку А там бабкин палец, что страшно? Папа! Цисарочка! Вау! Я понял, что я хочу, я хочу играть в супергероев Яша, пойди переоденься в Человека-паука Да не таких супергероев, в реальных супергероев Бойко! Это кто? Я человек-пенсия А я человек-потребительская корзина А че это у вас человек-пенсия меньше, чем человек-потребительская корзина? Мне пообещали, что после нового года я вырасту на 2,5% по сравнению с тем же периодом за прошлый год Я не понимаю, что он говорит Подожди Подожди, мальчик Давай в самураев поиграем О, самураев Мой ученик Че-то ты не похож на самураев Э, 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 мальчик Ты че делаешь, мальчик, прекрати Перестань, мальчик Ты че с ума сошел Да хватит, я тебе говорю, мальчик Да хватит! Мальчик, нельзя так обращаться с живыми людьми Да я сейчас папе позвоню Подожди, не звони Да подождите, стоп, хватит Мальчик, тебе в жизни все слишком легко достается Пойми, твой отец не всегда будет рядом с тобой Когда-нибудь ты вырастешь, тебе придется работать Вон у меня дядька в Армавире памятник Ленину каждый день со шланга поливает Чтобы его не уволили, рядом голубятню завел Дед до 95 лет в цирке Канатоходцем проработал Последние 10 лет вообще на костылях по трем канатам ходил Добрее нужно быть, мальчик Послушай, мальчик, напоследок хотелось бы тебе несколько советов от нашей команды дать Ну, чтоб ты знал, как правильно в жизни приоритеты расставлять Ну, во-первых, всегда будь на расслабоне, как наша команда в прошедшем и этом сезоне В детстве можно не задумываясь мечтать, и кажется, весь мир можно объять Сталкиваешься с серыми буднями и понимаешь, что мечта уходит Но не пытайся быть как все, ты же сильный, иди смело к своей мечте Мы в детстве о чем-то сильно мечтали Мечтам доверяли И с детства Неси с собой свои тайны И однажды случайно Мечта станет явью Детство, детство, детство Алло, па Можно они у нас еще на недельку останутся? Я из них эту дурь выпью, папа Равняйсь! Смирно, на поклон! За мной, рода! Я не хочу быть с тобой! Предел мечтаний любого родителя Удачно выдать замуж свою дочь Итак, Краснодар, 31 декабря Алло! Алло, я тебе говорю, не надо приходить Ни один я Новый год встречаю Все, ко мне дочка из Москвы с женихом Приезжай, знакомиться будем Да не надо приходить, будешь сидеть, мне трындеть Здесь зачем ты мне нужен? Все, я тебе сказал Все, позвонит Григорьич, так и скажу Так, где мое зеркало сейчас? Валера, прояви гостеприимство кубанское Выслушай человека Прислушать Валера, глаза смотрите Пап, мы приехали Здравствуй, доченька, здравствуй, моя золотая рыба моя Познакомься, папа, это Сережа из Москвы Пусть заходит, надеюсь, он не болтливый А ты давай на стол накрывай Ну, садись, рассказывай Я тебе так скажу Тебе девка хорошая досталась У нее мать, знаешь, какая? Такая стройная, красивая, длинноногая Грудастая Ну, пап, она же не такая Не лезь в мои фантазии Викуся у меня на руках выросла У нас тогда квартиры не было Обидишь, Вика, иди сюда Слушай, переживаю я за него Почему? Выпил я Ну, пап, пообщайтесь с Сережей На чем мы остановились? Вот ты, говоришь, все деньги в Москве А что в Москве? Давай проведем эксперимент Вот выкладывай все, что у тебя в карманах есть Вот теперь я Смотри Допустим, нету Но эксперимент-то еще не закончен Это как Олимпиада в Сочи Денег уже нет, но эксперимент-то еще не закончен Вот ты, говоришь, демократия А что демократия? Вот я служил в Камбодже Там мэр в реке утонул И никто ему слова не сказал Вот это демократия Что ты трындишь мне вот это Полицию в милицию переименовывать? Ну и что же переименовывать? Я тебе так скажу Полицейские в России уже давно есть Просто они лежачие Их надо на ноги поднять Понимаешь? Ладно, эй, ладно Посижу еще с тобой Я твою позицию понял А ты говоришь, мутко А что мутко? Я не понимаю, почему человек в Швейцарии Должен по-английски разговаривать Человек прилетел Одетый, туфли, галстук Все, трезвый Вы ему хоть за это спасибо скажите Вот Сидишь, ты тут трындишь без остановки Машины у нас плохие Кому нужны хорошие машины Если у нас дороги плохие Ты говоришь, у нас дороги плохие А кому нужны хорошие дороги Если у нас машины плохие Замкнутый квадрат получается А знаешь, почему квадрат замкнутый? Потому что у них в Тольятти даже круг замкнуть не получается Вот был бы я директор автоваза Он на себе не показывает Лети, лети Никого не зацепи Кем Сережа работает? Сережа мерчендайзер Он хоть русский Русский А то у меня сосед еврей А так сразу и не скажешь А он сразу и не сказал Ты, кстати, не еврей А то я смотрю, у тебя язык подвешенный Сидишь на тут А что ты заладил мне вот это? Викиликс, Викиликс Что Викиликс? Ну выложили они эту секретную информацию Что тебе от этого хуже стало? Нет Мне хуже стало? Нет Викуся, у тебя там все нормально? Да Да, ты говоришь, плохо Да помолчи ты две минуты Сидишь, трынтишь Мне вот это Аршавин, Аршавин Что Аршавин? Вот у нас Топко в Кубани 20 лет играет Вот это стабильность А стабильность в Кубани признак чего? Глупости А ты мне бренчишь, вот это трынтишь Футбол, футбол Что мне твой футбол? Я тебе так скажу Я хочу, чтобы наши Бразилию победили Но не футбол Чтоб война началась и наши победили Сидишь на этом Вот ты говоришь, Казахстан Смоленск Воронеж А я тебе так скажу Смоленский Воронеж Это не Казахстан Вот начнется голод Кто Москву кормить будет? А? Кубань На, держи, Москва Все, эксперимент закончен Вот ты мне трынтишь А я вчера в нашей газете Краснодарский Трутень Прочитал В рубрике Прикинь Прочитал, что Путин на пьянина играет Нравишься ты мне Хороший ты пацан Пап, нам уже ехать пора У нас самолет Так, давай вставай, а ну Виктория, встань рядом Любишь его? Да А ты любишь ее? Только не надо мне ля-ля-ля-ля-ля Сейчас вот это Вижу, что любишь Так Чтоб через год мне внука сделали Успейте Ладно, сам вас в аэропорт отвезу Валер, заводи машину Валера, куда ты поехал? Валера! Сереженька, ты что ему такого сказал Что так ему понравился? А вот ты говоришь Семейный быт А что семейный быт? А что мне тарану Апотека и апотека? Сочинение на вольную тему Своё сочинение на вольную тему Вам предлагает команда Квен БАК Соучастники Краснодарский край Обычное Краснодарское отделение милиции Мне будь жена, я б тогда не путался в проводах Прям из Крыма поднипру бы хоть Здравствуйте Меня зовут Андрей Прихожий Я студент четвертого курса Мне только что украли деньги Я хочу написать заявление Я говорю, у меня украли деньги Я хочу написать заявление Руфенат люблю, очень вкусный руфенат Поглощать люблю руфенат Да какой руфенат Я говорю, у меня сумку украли Там были деньги Кто украл? Это я у вас хотел спросить, кто украл Он украл Да я вам сотый раз говорю Я электрик Меня из электросетей прислали лампочку поменять Чё ты врёшь? Чё ты думаешь? Я не видел, как ты на тумбочке стоял Лампочку выкручивал, хотел украсть Да хотите я сейчас в Рэу Позвоню, там скажут, что я электрик Я сейчас позвоню в тюрьму Там скажут, что ты вор Да не мог он украсть Ты чё его, брат? Почему? Ты тупой Вот это твоя сумка? Нет Да Так, всё, хватит, я звоню домой Алло, дорогая Алло, дорогая, он украл 8 тысяч Сидит тут с тёлками в кафе руфенат кушает Да у вас тут беспредел Беспредел знаешь где? У нас Давай, пиши заявление, давай Пиши заявление, он украл Он украл и руку на него нарисуй вот так Давай, теперь ты пиши, давай Чипсосердечное признание, давай Чипсосердечное, чипсо, давай, пиши Чипсосыр Чипсосырдэш Чипсосырдэш Ну, ёох-хай Ёох-хай Как Игрик Ёох-хай Пиши слепственный экспрент Слепственный экспрент Слепс, пиши Слепс Слепствен Слепствен Ну, ну, ёох-хай Ёох-хай Экскремент, экскремент ДТ, экскремент ДТ, проверочное слово Рембрандт ДТ. Пиши презумпциям именовности, давай. Презумпциям именовности, приз. Давай пиши приз, как пресс, только приз. Ум, приз, ум, птиц, ум, птиц, орел, башка открываешь, ум, птиц, ум, птиц. Ция, ция, ай-эм по-украински, ция. Презумпциям именовости, напиши, именовости, давай. Именовости, добрый вечер, Ларису Ивановну хочу, именовости, давай. Именовости. Давай, напиши, фи-ни-ш-ж, давай. Фи-ни-ш-ж, все, амнистия, давай, уходи. Давай, все, чтоб не видел тебя. Джавид, ты опять мою фуражку одел? Я тебе говорил объяснительную написать, написал? Написал, товарищ начальник, вот. Так, грамотно написано, наверное, кто-то помогал, а? Так, это кто? Я поймал, он твой рафинад облизывал тут. Так, возьми ключи и иди в камеру запрись, я сам разберусь. Ты кто? Я же говорю, я студент, у меня сумку украли, я вез деньги в институт, хотел преподу заплатить. Вот, вот как надо в России с коррупцией бороться, надо взятки воровать. Кстати, здесь лежал мой пакет с коньяком и конфетами, ты не видел? Джавид! На восьмом этаже, партий в неглиже, на седьмом этаже, соседи спят уже. Представьте себе, Марс, недалекое будущее, лабораторию по изучению Земли. Ну что ж, коллега, землян мы почти изучили, осталось понять, чем пассатижи отличаются от плоскогубцев. И мы будем знать о землянах все. Здравствуйте, профессор! Забирайте свои экспонаты, мы закрываем вашу программу по изучению Земли. Землю сносим, а на ее месте строим супермаркет. Здравствуйте, господин генерал. То есть как? То есть вы хотите снести школы, детские сады, муниципальные учреждения, а на их месте построить какой-то супермаркет? Можно подумать, земляне так не делают. Нет, 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 вы не понимаете, сейчас я вам все докажу. Сейчас я подключу своего лаборанта к телу человека, вы с ним пообщаетесь и сможете понять, что они разумны. Подключаю. Здорово, мужики! До Сольчика не осталось? Валерчик! Валерчик! Это я, профессор! К нам пришел генерал межгалактической армии. Слышишь, военком, за пятихатку моему племешу военник сделаешь? Вы на Марсе, человек! Чего ты мямлишь, чебурек? Валерчик, вы должны рассказать генералу все, что вы рассказывали мне о земле! Слышал, Тягачева сняли! Кто это? Да уже никто! Валерчик! Валерчик! Вы должны рассказать генералу о жизни на земле! Да какая там жизнь! Слышал, у Петровых дочка в Москве путаной работает, сын в Магадане срок мотает. Молодцы, Петровы, детей устроили, может для себя пожить. Расскажите о своей среде обитания. Что это я коренной москвич? Я живу в конце Ленинградки. Где именно? В Питере. Так, все хватит. Экспонаты забирайте, землю сносим. Что ты сказал? А ну пошли выйдем, поговорим, а ну! Валерчик! Валерчик, вам нельзя в открытый космос! Ваше тело не выдержит перегрузок! Профессор, мое тело с 31 декабря по 13 января такие перегрузки выдерживает! Что я ему вакуум скрою сейчас быстро? Слушай, а у тебя когда настроение хорошее, ты хвостом виляешь? А ну, как вы разговариваете с генералом межгалактической армии? Что ты сказал? А ну, иди сюда! Эй, профессор, сделайте что-нибудь! Ты что, профессор, ты что сделал, профессор? Ты что, профессор, ты что думаешь, я не справлюсь, что ли? Ты что, на Валерчика, что ли, на вали, что ли, я не понял? Ты что? Валерчик! Валерчик, да как вы не понимаете, от вас зависит жизнь всех землян! Да ладно, шучу я, что ты шуток не понимаешь, что ли? Что такое шутка? Ну, ты что, в детстве в снежки камни не заворачивал? Соседского кота за голову, за хвост не дергал, так... Иди сюда, я тебя дерну, иди сюда! Валерчик, расскажите лучше, генерал, что такое юмор? Да как же тебе так объяснить, чтоб тебе понятней было, а? О, смотри, анекдот. Значит, на светофоре останавливается Мерин. И ему взад въезжает запорожец. Из запорожца выходит мужик, а из Мерина шкаф. И шкаф говорит мужику, слышишь, ты лось. Ты попал. А мужик отвечает, я не виноват, вы просто мне дверью подтяжки прищемили. Смешно? Нет. Ну иди сюда, сейчас тебе будет смешно. Держи. Повыше подыми. Ага. Ты у меня сейчас всю жизнь улыбаться будешь. Ай-яй. Ха-ха-ха-ха. Теперь я понял, что такое шутка. А у вас на земле все шутят? Да у нас целая игра есть, посвященная юмору. Футбол называется. Я же говорил, что они разумны. Теперь я понял, что с вами лучше не связываться. Спасибо тебе, землянин, что научил нас смеяться. Ну вы с юмором поаккуратнее. Вот мы смеемся над коррупцией, а с ней бороться надо. Мы смеемся над футболом, а в него играть надо. Мы смеемся над автопромом, а его надо сжечь. Шутишь? А ты быстро схватываешь. Сегодняшний STEM-фитнес по-студенчески. Версия команды КВН БАК-соучастники. Недопонимания в семье могут случиться по любому поводу. Даже из-за фитнеса. Не ори на мать! Не ори на дочь! Да кто орет? Ты орешь! Ты не уважаешь старших! Ты не уважаешь младших! Я твоя мать! Я твоя дочь! Ладно, давай спокойно поговорим. Куда ты собралась? Ну, ма, я же сказал, на фитнес. Какой фитнес? Три часа ночи. Я тебя вчера до семи утра прождала. Ты где была? Ну, ма, я же сказала, в клубе. Что ты врешь? Мать, все клубы обошла. Автопатия бегала. У матери от самбуки до сих пор голова болит. Не было тебя там! Ну, ма, ладно, допустим, я дралась. Что ты врешь? Мать, все драки обошла. У матери от блоков до сих пор руки синие. Ты где была? Ну, ма, ладно, я была в сауне. Что ты врешь? Мать, все сауны обошла. Мать, 18 килограммов сбросила. Не было тебя там. Ну, ма, хорошо. Допустим, я была с ним. Да что ты врешь? Мать, всех их обошла. Да, мать, всех их обошла, когда тебя еще не было. Что ты врешь? Мать, для тебя все сделала. Отца выгнала, врача вызвала, в суде ложные показания дала. Ма, ты не понимаешь. Да что толку от твоего фитнеса, если ты турникет в метро перепрыгнуть не можешь? Ма, а про тебя соседи говорят, что ты была в тюрьме. Да врут они все. Волки позорные. Ма, что ты так уговоришь? А ну не дерзи. Ты как с матерью разговариваешь, мать, тебе в отцы годится. Ой, мам, много ты понимаешь. А вот понимаю. Маму интуиция только один раз в жизни подвела. И вот она, ты. Ма, да из-за тебя от меня все парни шарахаются. Запомни, дочка, прежде всего ты человек. А уже потом невысокого качества. Отца с матерью не жалеешь, так хоть отчима пожалей. Мам, мне не нужен отчим. Я за Вовку замуж выйду. Ха, отчим ей не нравится. Дядя Сережа хотя бы у нас в ванне золотую цепочку забыл. А твоего у Вовки какой толк? Ма, ты не понимаешь. Конечно, мать у тебя дура, мать глупая. Только почему-то мать на всех фотографиях в центре. Ма, мать, дай денег. Зачем тебе деньги? Я тебе шубу купила? Нет. Сапоги купила? Нет. Колготки купила? Нет. Че ты еще от меня хочешь? Мать занимается оккультизмом и медитацией. Ма, че такое медитация? Теперь я могу предвидеть будущее. Дочка, на твоем пути будут попадаться только одноногие парни. Ну, ма, может длинноногие? Может быть и длинноногие, но одноногие. Через год ты поправишься. Что? Ой, не с того начала. Через месяц ты заболеешь, а вот через год ты поправишься. Мать, че такое говоришь? Че такое говорю? На, посмотри. Что это? Что это? Счет за телефон полторы тысячи рублей. Со Светкой она по восемь часов разговаривает. Трудно за соседнего подъезда сходить. В свое время Ломоносов в Москву пешком шел. В 1799 году Суворов через Альпы перешел. Мать, ты к чему? Это я к тому, что простой учитель истории не может себе позволить полторы тысячи рублей за телефон. Ну ничего, отец вернется, он с тобой поговорит. Ма, он же от нас 10 лет назад ушел. Ну, так он на 10 лет и уходил. Ма, че за мужик к нам вчера приходил? Телемастер. Ма, у нас же нет телека. Не вижу логики. Анечка, пойди бабушкину шубку померь. Завтра к нам нотариус придет. Ма, я не хочу, я пошел на фитнес. За какой фитнес в 3 часа ночи? Ма, ты не понимаешь. Федеральная программа по оздоровлению нации работает круглосуточно. Недавно Москву посетил Арнольд Шварценеггер, где встретился с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Итак, обычная улица Москвы, два инспектора ГИБДД в ожидании президентского кортежа. Машину убирай, я тебе говорю отсюда. Давай убирай. Паркуйся, паркуйся, паркуйся. Давай, парковка 300 метров. Давай уезжай отсюда. Коля, Кольенька, привет. Кто это? Да это Дед Митя, сосед мой. Дед, иди куда шел. Хорошо. Опа, пришел. Я же сюда шел. Дед Мит, сейчас Медведев с Арнольд Шварценеггером ехать будут. Да хоть Путин с Болаянгом. Я по делу пришел. Коль, если я твоего малого еще раз поймаю, ухо оторву. Зачем? Для симметрии. Так, Дед Мит, иди домой. Коль, а что ты к нам в гости больше не заходишь? Я последний раз, когда приходил, у меня часы пропали. Полшестого? Спасибо. Тебе спасибо. Я че пришел? Коль, а ну, смс-ки мне удали. Ха, а че у тебя в отправленных кур украл, думаю, никто не заметит. Это шаблоны. О, я обознался. Это не ты. А нет, ты. Узнал меня? Нет. Как нет, это я тебе только что палкой долбанул. Дед Мит, как ты с майором разговариваешь? Слушай, твой сосед, давай убирай его отсюда. Все, уходи, не мешай, мы работаем. Как думаете, наши в 2012 году чемпионат Европы выиграют? Дед, а ты что, не в курсе? В 2012 году все, конец света. Вот и мне кажется, эти два события как-то взаимосвязаны. Кстати, знаете, вас сейчас переименовывают в полицию. Знаете, как вас народ будет называть? Пусара и пинты. Внимание всем постам. О, сейчас важная информация, слушайте внимательно, не пропустите ничего. Важные вещи будут, говорят, слушать. Так что всем быть на чеку. Услышали? Нет. Так я не понял, это мне надо, что ли? А ну давайте, сконцентрируйтесь, слушайте, что говорят. Во время проезда кортежа всем обязательно... Тихо, 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 сейчас тихо, ничего не говори. Слушай внимательно, что говорят, слушай, тихо. Иначе уволю. Услышали? Да как мы услышим, если ты постоянно говоришь свое тихо, тихо, вот сейчас внимательно, тихо. В следующий раз молчи. И самое главное... Вот сейчас молчи, молчи, ничего не говори, молчи. Са от Орлук. Блин, опять ничего не услышали. А я говорил, тихо. Слушай, дед, иди домой. Да что ты такой нервный? У тебя с женщинами все нормально? Не жалуюсь. А зря, иногда надо выговориться. Так, дед Митч, все, уходи. Коль, что ты меня гонишь? Я, между прочим, помню, как ты еще голенький по двору бегал. Так когда это было? Вчера. Вчера. Ну дед Митч. Когда-то когда-нибудь или нет? Че ты такой психованный? У тебя девушка есть? Да. Коль, а у тебя девушка есть? Есть. Выходит, зря на вас народ наговаривает? Вот, дед умный ты. Иди давай домой. Конечно, умный. Коль, хочешь французскому научить? Да какой французский? И че ты сказал? Я не знаю, я язык выучил, на слова не разделил еще. Вот если ты такой умный, че ты ученым не стал? Дурак ты, Коля. В России умные люди учеными не становятся. Минутная готовность. Что, тебя пить? Иди сейчас. Давай, езжу. Зача вы меня гоните? Между прочим, это я Медведева президентом сделал. Это как? Голосовал за него. О, едут. А ну, Коль, тормозни. Э, Коль, ты, Коль. Ты что говоришь? Ты, 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 ты куда ты? Сихуйка. О-хо-хо-хо. Конан Варвар. Привет, Дмитрий Анатольевич, здрасте, здрасте. Нет, ничего не надо, все нормально, у меня все, пенсия хорошо, все, а там нормально все. Я что, хотел спросить, а кто будет следующим президентом России? А-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а. О, все, понял, все, все, понял. Давайте, мужички, удачи. Все, счастливо. И что он сказал? Че сказал, че сказал. А у Бибек сказал. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто, Медведев? Да нет, Шварценеггер. Так кто президентом станет? Поживем, увидим. А Медведев что сказал? Так и сказал, поживем, увидим, че. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ